Детский смех Гидромассаж, фитотерапия и другие виды водолечения, по мнению врачей отделения, благоприятно влияют на детский организм, а также помогают не только реабилитироваться после перенесенных вирусных заболеваний, например, COVID-19, но и эффективно справляться с другими патологиями бронхолегочной системы. Дети, перенесшие пневмонию, заболевания верхних дыхательных путей, заболевания нижних дыхательных путей, бронхиальная астма, конечно, все дети должны быть в ремиссии, то есть вне клинического обострения. Также в санатории смогут помочь пациентам с эндокринными заболеваниями. Одновременно в санаторном отделении проходить реабилитацию смогут 45 детей от 3 до 14 лет. Пребывание пациентов строго в сопровождении родителей. Для мам и пап, к слову, здесь также предусмотрены койки. Это большая заслуга и большое достижение для нашего городского округа сохранить вот такой уникальный санаторный комплекс. Уникальные методики, которые будут здесь реализовываться, они дают возможность в двухнедельный период, именно столько составляет процесс лечения детишек, встать на ноги, ну и, конечно же, пройти весь необходимый курс оздоровительных мероприятий. Заместитель главы округа Кристина Мадатова, а также председатель муниципального совета депутатов Сергей Малиновский осмотрели здание после капитального ремонта и вынесли свой вердикт – комфортно, современно, технологично. Первых пациентов после долгого перерыва санаторий встретят уже 12 февраля. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, Новости, Химки ТВ.